здравствуйте дорогие подписчики на этот раз до решил заснять ролик про пахучие приманки на этот раз я решил сделать пахучую приманку как основа сливочное масло и печень от выловленной рыбы собрал все размешал короче маленько дал побродить ну чтобы она однородную массу превратилась это дней 5 стояла до 7 7 даже стояла неделю короче стояла и чё-то вот на гору залазил и запах волчьей травы меня привлёк думаю этот запах должен еще добавить какие-то нотки которые будут волку интересно и вот собрал эту траву режу ее на мелко и добавлю эту свою мазь так называемую пахучую приманку приманка как как способ добычи животного применяется издревле да и вот это ю тубе наткнулся на канал там у стимов и гору стимов молчатник молчатник россии да и еще там группе пообщался владислав делюсь его зову если смотрите привет вам ребят хорошего ребята удачи вам и вот у них высмотрел как смотрел короче и этого теле уж по телеграмму короче общались этого телеграмма на сеть такая как вот и по ней короче мы общались и он мне рецепт дам и книжку старую там скачанную скинул и как по ней я посмотрел короче ну это дело индивидуальной фантазии я так подумал особо такого определенного рецепта я думаю ну везде во всех лекарствах во всех средствах должно быть такого ну да стоит прислушиваться да стоит прислушиваться ну и в институте когда учился юркутский до этого кафедра техники добычи тоже это дело так мимоходом освещали вот засыпаем согласно замерять свешивать не будем это везде то почти что это вот как один человек сказал запах волчей травы на запах болыни говорит этого похож а у владислава телеус это это лаванда там стальное остальное вот такой вот применяют это люди короче применяют такое яки то по куче растение и размешиваем палочкой можно сказать закончили это дело и оставим тут подержится пускай просто изображение идет вот это изготовление мази короче похоже на этом не заканчивается и уже еще надо через ну так обычно это полтора два месяца так вот да кому сколько терпения хватит а по себе лета объем это просто изображение но поскольку я вам так приметный это курилка супруга как говорит постоянно это запах я не знаю Закрываем, крышка не очень проворачивается, надеюсь удержит. Еще пахучая приманка, ну там дом это изготовил тоже, это масло, а что я туда добавлял, тогда фарш мясной, масло и этого еще добавлял, не смог продать, струю коборожью добавлял, тоже есть там, в порядке опыта, мы же любим экспериментировать, так вот порядка опыта сделал, где тоже, потом надо будет тоже, этот глицерин добавить сколько-то, бензоат натрия, чтобы законсервировать в том состоянии, в котором она станет где-то месяца через два, где-то через месяц-полтора получается, да, надо будет добавлять. Так вот, и это, что еще хотел сказать-то? А, все эти методы, на соболе, на соболе я эту консервные банки также тушил, это рыбка, осенняя будет, сень-речка такая, это приток Янды, а Янды это приток реки Алдан, правый приток реки Алдана, и там вот охотились, советский был Кеша, Данилов старый охотник был, Еремей, ихний отец, Эрик, Эрик и Кеша, это братья. И там, короче, в верховьях Сена, эту загородку поставили, и почему-то там налимчики ловились, там получается по прямой, от реки Алдан километров семьдесят, да, по речке там, ну не знаю даже, почти двести, наверное, ну полтора, сто уж точно будет, дворад это больше, и там маленькие налимчики были, есть ли, ого, вот этих налимчиков ловил я, ну и питался ими, ну и тоже в порядке эксперимента, короче, там баночках, консервных банках, затушил, под первым это, вот туда засунул, и под печку закинул, короче, они там лежали, у меня тухли, и 15 капканов у меня было, ага, а приманку вот эту вот рыбу, вот мыши, все и съедали же, ну а я вот по этому консервных банках и сделал, там, например, понапробивал, чтоб мыши не залазили, ну чтоб запах шел, и по капканам расставил, короче, вот эти вот баночки, и буквально, ну почти за несколько дней, короче, да, 17 соболей поймал на эти 15 капканов, и вот, ну вот, так вот с пахучей приманкой сталкивался я в одно время, на заре молодости, у Данилова я был там, и Ремей, ихнего отца звали, хороший охотник был, вот где наносишь, и сыновья, и реклиники савельских, прозвище было убежи, славные были деньги, так вот, и вот этот раз тоже, тоже, перенапнулся, на волков, Должно, короче, заработать, работает, видать, у ребят, работает, так, все.